Хей-хей-хей, друзья! Всем привет! С вами снова Чинаски и мой котик в авиаторах. Ну что, многие из вас просили в личку, в основном в некоторых даже комментариях, продолжить играть в котика-помощника животных. Собственно, действительно довольно добрая игра, я не помню, несмотря на то, что происходит на экране, конечно, добрая. Я не помню, чтобы упоминал это в предыдущей части, но дело в том, что эту игру создала Пета. Пета — это организация, очень похожая на Гринпис, то есть она помогает животным, она заботится о том, чтобы с животными все было хорошо. Ну вот если помните некоторые грустные случаи в России, которые происходили, связанные с живодерствами, вот не так давно это было. Ну то есть эта организация как раз занимается тем, чтобы исключить разнообразные случаи притеснения прав животных и прочие такие вещи. Сейчас мы будем помогать овечкам, то есть я взял задание помочь овечкам. Будем помогать им справиться с их напастями, их посадили в клетки, поэтому сейчас будем с этим разбираться. Собственно, я сейчас это записываю не только потому, что действительно многим эта игра понравилась, многим понравился стиль такой, немного детский, немного, так скажем, добрый. Добрый стиль, хотя вот эти монстры слегка странно выглядят, хоть с них всех падает и, так скажем, как это не то. Вот это прикольное оружие. С них всех падают шестеренки, то есть это что-то вроде роботов, видимо роботов запрограммированных на то, чтобы мучить животных. Наш котик вообще-то не одобряет никак. Несмотря на то, что они выглядят довольно странно, я это записываю не только для того, чтобы как-то порадовать своих подписчиков, что, конечно же, самое главное для меня, но и поддержать эту игру просто потому, что... Ну, я считаю, что это правильное дело. Нужно защищать существ, которые слабее нас, нужно помогать им, поэтому таким вот образом я хочу помочь продвинуть немного эту игру в массы. Ну и плюс, учитывая то, что она бесплатная, вы всегда можете ее скачать, поиграть в нее, тем самым также поддержав и пета тоже. Они, конечно, молодцы. Вот, поэтому давайте посмотрим, что у нас будет сегодня. Я надеюсь, что мы поможем овечкам, мы поможем спасти их из клеток их и разберемся, что у нас там дальше есть. Если игра вам нравится, обязательно ставьте лайк, конечно же. Опять же, тут вопрос не только в развлекательной части этого всего, но и в том, что поддерживаете ли вы сутью организации пета? То есть, хотите ли вы, чтобы она и дальше помогала животным как-то защищать их права и прочее? Потому что игра, опять же, создана как раз для того, чтобы привлечь внимание к этим проблемам. Весьма своеобразным путем, надо заметить. До сих пор не совсем понимаю, при чем здесь, что это такое вообще? Посмотрите, это какая-то то ли шерсть с ножами, то ли что-то такое. Не понимаю я, что это такое, но ладно. Так, это кажется, что-то новое. Какие-то ракушки. Блин, меня отталкивает прям сильно. Так, 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 так. И я не помню, с таким оружием я ходил в прошлый раз, мне оно прям очень понравилось. А вот это вроде бы послабее чуть-чуть. Ну, вроде бы получается так. Ого! И я получил, кстати, достижение Locked and Loaded. То есть, я так понимаю, я собрал все воз... Ой, а что это такое? Блин, нет, игра, конечно, очень грустная. Именно в том плане, что... Как это сказать даже? Сюжетом тоже, я бы хотел сказать не сюжетом, но сюжеты тоже здесь довольно печальные. Очень много страдающих животных. Но тут и арт довольно такой жесткий. То есть, несмотря на то, что игра может быть и стилизована под детскую, поднимаются очень недетские проблемы. Поэтому, опять же, я это задумываю не только как развлекательные моменты, но как немного социальным подтекстом. То есть, важно понимать, что не все так просто, что страдают не только люди у нас в мире, но и наши маленькие друзья, животные. Вот, ну, если уж мы говорим на эту тему, я просто расскажу немножко о себе. У меня дома живет собака, большая собака, немецкий док, и кошка с тремя котятами. Вот, кошка недавно родила, три котенка. Естественно, что, ну, насколько вы сами понимаете, в России есть такая традиция, что мог топить котят, еще что-то. К счастью, в последнее время это крайне редко бывает, то есть, чаще люди находят, кому отдать. Кстати, ну, как бы, если хотите, можно будет провести такой вот небольшой интерактив, если кому-то нужен котенок, совсем еще маленький. Ну, то есть, они вот только научатся хормить, я буду думать, я имею в виду, что сами научатся, я буду думать, кому отдать. Если хотите, он может в Москве живет, может, хочет себе котенка. Вот. Тоже таким образом, мне кажется, что это замечательная игра, как раз поговорить о наших братьях-меньших, так скажем. Потому что, насколько вы сами можете понимать, кроме нас их никто не защитит. А эта игра... Опять же, тут нет, знаете, какого-то глубокого подтекста, именно в плане того, что вот мы сейчас сражаемся с какими-то злобными людьми, которые мучают животных или еще что-то, хотя антураж очень похож на пыточную какую-то. Нет, просто, когда вы играете в эту игру, вы понимаете, от кого она. То есть, от какой-то организации. И тем самым, вы задумываетесь немного на тему того, блин, может быть, действительно все не так уж просто, может быть. Так, меня это тоже дамажит, да? Окей. Ой, блин, вот они. Давайте быстрее сломаем эти клетки. Ура! И вторую тоже. Поможем овечкам. Запилили здесь. Все, они нам прям посылают сердечки. Что, еще будут, наверное, да? Давайте тут доломаем все. Пошли. Спасем еще. Ага, видимо, не всех еще спасли. Окей, окей. Ну да, потому что прошлый уровень был подольше, я помню. Собственно, вот. И поэтому я прекрасно понимаю эту организацию, потому что, опять же, у меня есть животные. Я понимаю, насколько сложно им защититься, их себя, насколько сложно, насколько важно им, чтобы мы, люди, помогали. Могу еще сказать, что не так давно прочитал забавную историю про то, как на каком-то ресурсе, типа Reddit или того, типа того, там люди обсуждали, насколько животным, наверное, люди кажутся бессмертными. Потому что подумайте сами, собаки живут, ну, там, от 12, там, скажем, до 18 лет, кошки и того меньше. А люди живут, ну, десятилетиями и переводят на животное время, на собачье, кошачье время. Люди это почти как, не знаю, эльфы из Властелина колец, там, или какие-нибудь джедаи из Звездных войн. То есть почти бессмертные существа. И представьте, насколько им кажется это странным, и при этом все равно они дружат с нами, то есть они преданы нам. Да, ну, мне больше нравятся собаки, я честно скажу, потому что они как-то преданы, они верные друзья. Кошки тоже очень милые, ну, это подтверждает то, что у меня есть кошки. Но, как скажем, они более независимы. И все равно, и кошки, и собаки, они любят своих хозяев, если я к этому хорошо относиться. Поэтому, поэтому, ну, вот лично я поддерживал такую игру. То есть, да, она с такой себе графикой, наверное. То есть, она не очень продвинута в плане геймплея. Блин, сейчас бы не умереть. Ну, что это такое? А-а-а. Так, я так понимаю, что сейва тут нет, да? Хорошо. Ладно. Давайте вернемся, когда приду на тот уровень обратно. Давайте, друзья. Ну что, друзья, вроде бы вернулись на то место, где меня так нагло прервали. На чем я остановился, собственно? Становился я на том, что игра, несмотря на все ее, так скажем, несовершенства, на все... Ну, не то уровень, которое я бы хотел, конечно. Несмотря на все минусы, она не о том, не о том, что-то как-то поразить зрителя, игрока графикой или каким-то чудесами геймплея. А просто о том, что необходимо иногда думать о тех вещах, которые стоит думать о чем-то важном и глубоком. Поэтому, надеюсь, что вы меня поймете, что я, может быть, не совсем популярную игру игра, а просто хочу передать ваше внимание к ней. Не только к самой игре, опять же, а как к тенденции к проблеме в целом. Поэтому, наверное, еще можно это оценить положительно. Вот. А сейчас давайте попробуем спасти оставшихся овечек на этой какой-то странной скотобойнике в комнате пыток. Блин, вот у меня-то прям грустить заставляет у тебя. Опять же, вот сложно. Какие-то... Крутики или что-то. Так, супер долго надо повышаться. Конечно, давайте попробуем так этим все. Оружие, конечно, тоже будет странно. Все, мы спасли всех овечек. Рескьют. Всем помогли. Всех спасли. Отлично, отлично. Нам покажут, может быть, как мы вообще все сделали? Да, овечки спасены. Ура! Квест комприт. Какой квест новый мы возьмем? Давайте посмотрим. Так. Дельфины. Дельфин шиппанчер. Ага. То есть можно победить человека, который вот мешает овцам. Можно защитить слонов, львов. Спасти какого-то конкретного слона, шона. Либо дельфинам помочь. Угу. Ну хорошо, друзья. Если бы вам хочется, чтобы я прошел какой-то конкретный квест из этих, напишите в комментариях. Я выберу какой-то из этих, который вам больше всего нравится. То есть что у нас здесь есть? Дельфины. Победить человека, который делает плохо овцам. Спасти сил. А, это киты, наверное, да? Спасти китов. Спасти овечек еще раз. Спасти... Победить тоже человека, который делает плохо овечкам второго. Спасти шона слона, спасти львов, спасти слонов в целом. И победить мастера ринга. А, это насчет цирка. В общем, если вы хотите, чтобы я прошел какой-то конкретный этот квест, напишите в комментариях, кого вы хотите, чтобы я спас. Обязательно сделаем это. Надеюсь, что вы поняли позицию мою насчет этой игры. То есть, если она вам, конечно, вообще, прям вообще не нравится, ну, не будем в нее играть. Я надеюсь просто, что я привлек ваше внимание к этой проблеме. Если ролик вам в целом понравился, поставьте, пожалуйста, лайк. Этим вы покажете, что вам не безразлично, то, о чем я говорил. Если также вы не подписались на канал в Discord, подпишитесь, пожалуйста. Мне будет приятно видеть, что наша команда растет. Ну, вас всех обнимаю. До скорой встречи, ребята. Пока-пока.